Доброе утро, Полтава! Таким знаком хороших впечатлений, хороших каких-то новостей, потому что этого нам сегодня действительно не хватает. Ну и пускай доллар остается по 25. Может быть, пусть он немножко ниже все равно? Нет, вряд ли, серьезно говорю, вряд ли, увы. А еще главное, сегодня сейчас уже полдевятого, да? И уже жарко, чтобы не так жарко было. Да, ну я, правда, смотрел на 10 дней вперед, то 30 градусов до 10 числа, так что... На завтрашний вечер и на послезавтрашний вечер, кстати, обещают все равно дождь. Ну всю прошлую неделю на 18.00 обещали дождь, но ни разу этого не было. А на выходные даже грозы. Даже грозы этого не было. Живем дальше. Август нас встретил 30-градусной жарой. Итак, Андрей, тяжело просыпаться утром? Тяжело, я сова. Вот сразу говорю, вот сразу как бы все вопросы, все остальные... А опаздываешь на работу? Нет, не опаздываю. Вашу тренингера. Как ты встаешь? Как ты себя заставляешь? Ну, это уже привычка, знаешь, как у Штирлица, помнишь? Да, привычка, выработанная годами, да, вот и все. То же самое, как бы есть понятие «надо», есть понятие «хочу». Как бы, да, вот это вот «хочу» с утра. А в сколько ты встаешь? Ну, в принципе, в 5 утра. В 5 около 5. А на работе во сколько? На работе уже в 6. А спать ложишься в среднем? В среднем, ну, по-разному, конечно, ну, 12 иногда в час. То есть 4-5 часикового тебя на сон такой? Да, 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 да. Расскажи самые интересные моменты с работы, вот, именно «Доброе утро» и собрать проект. Какие самые веселые, такие... Смешные. Смешные. Были такие варианты? Да, они постоянно там, они каждый день почти, да? Ну, то есть, не знаю, что-то такое так сходу, но обоум, как бы, да, действительно, не готовился особо для чего-то, да? Как всегда, это приятный сюрприз. Ну, во-первых, когда ты всегда берешь интервью, да, тяжело, конечно, быть интервьюруемым, вот, и поэтому, ну, смешные. Ну, один из таких ярких моментов вспомнится мне, когда вот, ну, на утренний эфир всегда есть план, как бы, да, и в том числе и по приходящим гостям, которые люди приходят, то есть должны там вот-вот-вот, сейчас вот этот, сейчас вот этот, сейчас вот этот, да? И даже два, вот, даже второй случай, да, в одной теме, как бы. И вот почти конец эфира, и приходят гости, я не буду называть ее, ну, достаточно популярная личность, как говорится, да, а вот, приходят гости, говорят, что, а у меня же сейчас эфир. Да не, у вас не сегодня эфир, у вас завтра эфир. Ну, ну, шош, как говорится, да, то есть, естественно, да, уже в эфире, как говорится, да, то есть, немного там импровизации и так далее, и так далее, как бы, да, то есть, режиссер показывает, что все, уже баста, как бы, да, ну, и, соответственно, кажется, не все вопросы вошли в эфир, соответственно. вот и 2 в этой теме это когда на эфир начинается и вот уже нам звонит то есть редактор гостевой редактор говорит у вас гость да не так рано не может у нас гость там попозже там 730 например там чуть позже когда оказалось потом тоже очень популярная личность который просто перепутал телеканал просто перепутал телеканал и доброе утро вот и все как на самом деле очень много таких ситуаций ну вот я несколько раз был у вас в студии да действительно я все время вижу позитив я не пойму откуда у вас берется вот это вроде и рабочий момент и в то же время я вижу что все не в перенапряги да там трудовом а именно вроде рабочий процесс и в то же время все в хорошем настроении как это удается кто дарит вам хорошее настроение сами себе наверное сейчас спонсора не буду называть не но опять таки это то же самое как туда хочу могу как бы есть установка как бы есть обязательно я знаю производственные задачи как близко на любой работе мне кажется есть производственная задача то есть тебе это должно нравиться да но есть классическая мысль по этому поводу не нравится работа поменяй работу все то есть собрали и все как да ты не выполняешь там функционал какой-то определен то есть именно эфирный функционал да то есть у тебя может быть это вообще такая ну это эфирная не я допустим прошел там радио телевидение неважно как бы да то есть это такая вот штука у тебя что случилось не знаю там болит голова давление там что ты где-то еще там да ну вот начинается эфир да там красная лампочка загорелась все у тебя голова прошла никакого аналогина все все отлично у меня вопрос вроде бы как серьезный но в то же время в нем есть юмор на выходных проскочила такая информация по соцсетям что за последний год ровно за последний год у людей зарплата поднялась на 17 процентов я не спрашиваю вас сколько поднялась ли у вас зарплата на 17 процентов как вы почувствовали это юмор езда зарплата поднялась а вот насчет почувствовал то есть за последний год у вас такие трошки лучше стало не но ну как бы но опять идёшь такое статистика статистика среди статистически дабы болгарской области там среди статистически допустим средние за около 4 это естественный если взять она не знаю там о Mai опросы допустим да там хорошая грабную там допустим предприятие да или там что у нас нефть и газ допустим да то есть естественно там ну там доходы не буду называть очень хорошие есть доходы там не знаю вот вот человек убирает там мусор допустим у него доход естественно в 10 раз может и 15 раз ниже а всех собираем вместе делим соответственно количеством стандартная математика вот и все же ведешь свадьба мне вот интересно часто бывали драки на твоих свадьбах не я всегда говорю драку заказывали нет снарения вот и все как бы не абсолютно идет какие-то стандартные старые то что это за свадьба мне я не скажу что их нет они есть они есть то есть очень много какой-то ситуации как рассказывают вот просто так вот ну вот так получается наверно это хорошо твой любимый конкурс на свадьбах все секреты профессиональные 1 расскажи я люблю общаться то есть молодоженами допустим да то есть у меня есть там общение с молодоженами общение с гостями когда то есть такой небольшой конкурс когда все друг друга знакомятся когда на свадьбе не на самом деле то есть ну как бывает очень часто то есть во первых приглашают очень много людей до некто ну естественно молодоженов знают не настолько сильно да некоторые там приехала там тетя там откуда-то да она не видела молодожену 20 лет допустим она не знает о них вообще практически ничего она видела там жениха когда он был там не знаю 5-летним ребенком открывает для себя какие-то новые интересности а во-вторых допустим что касается там допустим друзей там коллег как бы но более молодого возраста да это возможность покреативить это свобода мысли самое главное через какой конкурс а это конкурс такой интервью называется про конкурс интервью я задаю простые вопросы короче с открытым ответом я его называю где есть свобода действий вот и все вот его поэтому как бы да некоторые молодожен для себя узнают очень много нового интересно что друг от друга друге естественно это один из скажем так на выматывает свадьбы вообще ну да но есть такое дело целый день конечно хорошо какую музыку ты любишь я люблю рок музыку причем у меня есть четко определенный сегмент скажем так это ну стилистически скажем так да по канонам жанра есть там определение этих стилей на самом деле там очень много они каждый день появляются новые 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 как бы да но приблизительно стилистически это называется сейчас даже вспомню так hair metal вот это называется как бы тогда но например то есть чтобы представить себе картинку да это ну например группа европа ну как минимум до final countdown как бы да вот этот классический хит то есть это это парни с длинными волосами похоже немного ну некоторые очень много похоже на красивых девушек как вот да рядом со мной стоит соответственно вот то есть и музыка скажем как да не оба не накрашенные как-то ну группа kiss например группа kiss например да разрисованы то есть это glam metal называл hair metal не важно как бы достаточно легкая музыка для восприятия в принципе как говорится ничего сложного в исполнении хотя энергичная интересная возможно в этой простоте и кроется мой моё к ней такого хорошие отношения вот саша к чему вел у нас заказывают наши гости могу которую бы хотелось послушать именно сегодня мы будем размещать в эфире до через час я тебе что-то подыщу ты бы хотел группу скажи группу kiss хотел бы однозначно группу kiss вот то есть однозначно как бы в принципе это самое такое что не знаю хорошие для восприятия выходные прошли учитывая некоторые такие небольшие проблемы со здоровьем скажем так вот да то прошли так ну если я сегодня с вами как говорится это уже хорошо вот и все как бы да то есть когда так нормально все хорошо тебя как выходные в активном отдыхе с четвероногим другом диваном отлично лучше друг человека честно скажу вымотанный почему-то показался за последнее время очень жестоко ну под дома по хозяйству и никуда и ничего вчера вышли правда врать не буду сходили макдональдс 200 гривен положили на стойку за картошечку перекушили перекусили слегонца на том все и кончилось а ты а я тоже в отдыхе то речка то дома тоже решила сделать выходные отдыха речка была где речка то нашего творства то есть я никуда не переместилась дону речка была все равно эти минут 20 было потому что напротив третьего пляжа любим отдыхать а ты с той стороны отдыхаешь чисто ну более-менее но выходные опять же народа куча детей там все по тебе бегают нормально хорошо ну что вот такое доброе утро у нас спасибо андрею что пришел а вот мы уже сказали изначально да я думал еще поговорить а вы не проблема и заканчивая у нас там часов на пять хватит если есть это сказать не проблема я меня буквально такое небольшое резюмирование тут услышал по поводу макдональдса как бы расходов как таковы категорически категорически запрещают запрещаю посещать не то что там я не не надо торговые марки называть и так далее так далее фастфуды как таковые вот и все как реально столкнулся все правильно они нам рекламу не оплачивали поэтому так не надо есть здоровую пищу максимально стараться вот и все следить возвращаемся к разговару конкретно что вы имеете ввиду здоровая пища сами ее готовить или нет до нас не стараюсь мясо дал в принципе мясо ем как бы сейчас редко вот те которые дают а понятно дать цены там выросли не даже не вопрос не я не вегетариально сразу говорю нет и не сыроедение ни в коем случае просто как-то вот пути там там фрукты там какие-то овощи там когда сезонно вот и все главное не перенагружать себя да не перенагружать себя ни в коем случае думаешь эти витаминки меньше нетвата в себе несут сейчас а это ну я не знаю я категорически против того что некоторые говорят вот там здоровая пища там зеленая пища там и тогда и т.п. я не знаю я могу с уверенностью сказать но это мое субъективное мнение в том что невозможно вырастить хороший продукт сейчас без добавления чего-либо либо в грунт либо самого растения либо при селекции даже селекционная работа сама она уже в себе таит да вот эти вот какие-то химические элементы арбузы уже пробовал арбузы нет честно я еще не пробовал не знаю я жду как дорогой не арбуз не дело в том что я точно знаю что вчера в полтаву пришло пришел караван арбузов знаю точно приехали они из херсона говорят что качество обалденное и ценой говорят будут радовать то есть если на центральном рынке 5 гривен от 5 до 7 то говорят что тут дешевле петти но я еще один арбузы август а вот смешно конечно так же не все равно время вспоминается когда арбузы были по 25 копеек килограмм вот это вот так какого вывода вы просто музыка такая арбузы помните по 25 копеек я вообще конечно да я старый до старый мальчик старый мальчик как говорится да это есть просто мне одна из моих любимых команд к вен есть такая команда венком изяки вот да да у них такая есть группа там они участвуют выступление пусть они закончили свое уже выступление в высшей лиге к вену не было группа там изякские псы у них там была песня старый мальчик вот я как бы вот дал то же самое на виду на виду вроде молодой как говорится да внутри вы делаете вид что вы молодой я не делаю я так есть на самом деле я вообще могу гордиться тем что мне очень многие как дают да как прокурору дают намного меньше меньше лет чем не есть вот и все не знаю радоваться это или нет как бы это больше женщины это больше женщины и девушки конечно радуются да ну я как-то это воспринимают тоже раньше на самом деле было как-то потруднее да хотелось стать старше я вернусь кухне вы сами готовите ну как не всегда то что вы сами готовите вот что вы любите готовить чем приятно заниматься не а толку я как таковую не люблю сразу скажу это если приходится да то есть я не кулинар меня никогда руки на кого-то руки откуда там да у меня вроде и с плечей но как-то для другого стоят вот поэтому яичница яичница это вот это то что мужской набор туда колбаски это быстро хорошо или меленько порезанная колбаска до залита яйцом сверху помидорчики натереть сырок сверху это называется мужская яичница отличный завтрак хотя не хотя не тяжелый завтрак на самом деле это достаточно тяжелый завтрак это скорее кашки с утра кушать да а вы кушаете с утра кашки да овсянку немножко иногда через день хотя бы можно раз месяц и 1 месяц нет нет серьезно как бы у меня был просто такой период когда я же говорю то есть завтрак не стоял на первом месте сейчас надо стас идите к нам так что вот так всем хорошего завтрака обязательно завтра не тяжелого завтрака кашки овсянки я ее не говорю как есть я люблю гречку но гречка последнее время она чем дальше дороже гречка гречка как доллар реально это как больше это не я имею то скоро это будет предмет обсуждения я имею ввиду говорят упала немножко не упала немножко но все равно я говорю я предлагаю вообще вот когда если не дай бог стране что случится когда с гривны какие-то будут скачки речку делать вот реально таким золотовалютным резервом дома речка валютным резервом все а вы знаете что немцы сто лет тому назад выходили из пике вот таким же образом они привязали марку крис но да и это рехмария ремарк хорошо писал не помню в какой книге но там отлично было описано они марку привязали крису и в течение короткого промежутка времени экономика начала стабилизировать да там еще были другие там момента подняли цену чтобы люди начали покупать китайской гречки у наших практически нету наш идет на экспорт на ее мало и очень после ее не сеев в принципе она невыгодная немножко в этом году подняли говорили агрария что пассивные за счет подъема цены на гречку вначале больше стали до подсолнух подсолнух семечки масло это наше все подсолнечное масло сейчас один из лидеров по экспорту в украине вообще за границу вообще одни из лидеров по продажам будем семечки варить по утрам вместо гречки но это уже такое как говорится дело можно и семечки можно не знаю арбузы опять те же вспоминаю главное чтобы хорошо себя чувствовали вот я думаю что самое главное а как соль от арбуза и вообще это удивляюсь этим людям прекрасно до сих пор не понимаю этот вкус я сам не понимаю то же самое как ну и я такое дело да и едят ну ничего ну что доброе утро доброе утро всем здоровья хорошего дня пока пока пока